Чем больше будет людей слушать уроки Торы, тем больше Всевышний будет нам давать всем ресурсов для реализации наших молитв. Поэтому, пожалуйста, делитесь уроками, давайте людям возможность послушать, попробовать, чтобы они тоже почувствовали, что такое Тора, что такое связь со Всевышним через изучение Его воли, Его плана, как Он создал мир. Всем доброе и добрейшее утро, Максим здесь и там, вживую мы вчера встретились в прекрасном Вене. Сегодня урок Торы у нас для Рифа Шлыма, вот мне как раз писал Яков Шатадин, Рифа Шлыма Ефим Бен Ита, молимся о полном и скорейшем выздоровлении и просьба прочитать 87-й Тейлим, Псалом, 87-й Псалом. Как раз здесь есть очень важная такая вещь, вот если вы хотите, чтобы, например, вам нужно, чтобы кому-то из ваших близких было выздоровление, чтобы Всевышний дал больше сил для выздоровления, духовных сил. Значит, вы берете, вот, например, человеку 86 лет, он сейчас находится 87-й год, значит, вы читаете за него 87-й Псалом Царя Давида, молитесь за всех, кто нуждается в выздоровлении, просите Всевышнего, дай, пожалуйста, здоровья тем, кто нуждается в выздоровлении и после этого молитесь за него. И в том числе, значит, молитесь о себе или о своих близких. Это так, вот такой вот правильный порядок. Вначале вы читаете Псалом Давида, это самая возможность соединиться со Всевышним, и читаете Псалом Давида, соответствующему тому году жизни, который вы живете. Там, например, вам 40 лет уже, и вы живете 41-й год, читайте 41-й Псалом. И читаете, не просто читаете, а вникаете в каждое слово. То есть, вникаете, каждое слово вы с ним, с этим словом, через это слово вы соединяетесь со Всевышним. Нас не научили в школе молиться, учили там разные таблицы умножения, всякие другие вещи, а вот именно словам, как с Богом разговаривать, не учили. А царь Давид, он наоборот, он всю жизнь молился. Так вот, мы читаем его словами, и через его слова мы соединяемся со Всевышним. Все, значит, потом вторая часть. Молимся Всевышнему, мы пришли молиться за других людей. То есть, это показывает, что вы не эгоист, что вы реально человек хороший, да, и та мера, которую человек меряет, меряют ему. И когда вы благословляете других людей, молитесь за их здоровье, то тогда вы этим самым набираете духовную силу. И только после этого, третья часть, вы молитесь, дай выздоровление. В данный момент Ефим Бен Ита, чтобы было у него полное, скорейшее выздоровление. А вы молитесь за того, кто для вас важен. Вот такой вот порядок молитвы за здоровье. И очень важно, даете цдаку поддержать эту молитву. Вы кому-то помогаете нуждающемуся, даете не обязательно большую сумму. Можно взять, как пишет Рамбам, можно взять, например, 100 долларов, разбить их по 5 долларов и 20 раз дать по 5 долларов кому-то, да. Важно само вот это вот намерение ваше, да, кому-то помочь, сделать добро кому-то. И каждый раз, когда вы делаете это добро, вы соединяетесь со Всевышним. Все, теперь, значит, мы сейчас урок делаем. Ну и, конечно, самая большая сила это Тора. Поэтому сделать урок Торы или помочь уроку Торы, или помочь тому, кто изучает Тору, это дает самую большую духовную силу среди всех возможностей в этом мире. Итак, глава у нас книга Бамидбар, четвертая книга. А глава наша называется Насо. Насо, значит, в этой главе, в принципе, ничего такого интересного нет, скажу вам честно. Ну, лично для меня. Почему? Идет пересчет колена Леви. Ну, вот мы узнали сейчас, что вот сегодняшний отрывок, мы узнали, что в колене Леви было три рода. Это колено Левиты, это те, которые работали в храме. И они работали в храме, они несли передвижной храм. Сегодня у нас второй день недели. И во втором дне недели рассказывается конкретно о, сколько было сыновей Дершона. Их было три, как бы, рода было, да, в колене Леви. Дершон, Мрари и Тиат. Вот мы сегодняшний день, мы узнаем, что в каждом колене было, значит, смотрим, сколько было, например, Леви, это вот там, альпамы, шешмот, вышлоши. Значит, мы узнаем, что в колене Дершона было две тысячи, шешмот, две тысячи шестьсот тридцать мужчин в возрасте от тридцати до пятидесяти лет, которые, которые служили в храме, выполняя определенную, определенный род работ. У каждого был определенный род работ, у каждого рода. А вот межпахот, значит, Бнеймрари. Вторая семья Левитов, назывались они сыновья Мрари. Значит, сколько их было? От тридцати лет до пятидесяти лет. Самый производительный возраст, мы видим, у мужчин от тридцати до пятидесяти для работы. С пятидесяти они становились преподавателями, для тех, кто был до тридцати. То есть, с тридцати до пятидесяти работа, с пятидесяти ты начинаешь учить тех, которые до тридцати, чтобы к тридцати они уже были умные. Вот так вот было распределено в храме. Это очень важное такое замечание. Имрари, сколько их было? Значит, Всего было Левитов. Здесь написано, всего колено Леви. Было, знаете, сколько мужчин, которые могли работать именно? Их было шмунат алафимш, восемь тысяч. Хамеш маот вешмуним. Восемь тысяч пятьсот восемьдесят левитов было. От тридцати до пятидесяти лет, которые могли работать в храме. В общем, это сегодняшний отрывок. Значит, что мы отсюда видим? Давайте возьмем, вот еще раз повторюсь, что есть семьдесят лиц у Торы. Есть четыре уровня понимания любого текста в Торе. Уровень простого смысла, уровень намека, уровень, то, что в нем зашифровано, и есть специальные методы расшифровки, которые знали только самые великие мудрецы. Мы сейчас не можем этим пользоваться. И четвертый уровень называется тайна. Сот – это то, что передавалось только от учителя к ученику, но тоже здесь это не совсем так, от учителя к ученику. То есть тайну может человек только, он собирает информацию, потом ему, если он действительно правильно собрал всю тайную информацию, ему открывается канал личной его связи со Всевышним. То есть приходит, как говорят, или Ауанави, или какой-то другой ангел, который его начинает учить, и он потом приходит к своему учителю, рассказывает, что его научили, и учитель, он говорит или да, или нет, или правильно, или неправильно. И только те учителя, которые знают вот эту тайну, которым подтвердил их учитель, только они могут подтвердить, что это правда. Все остальные, которые изучают кабалу и обучают кабале, они или они мошенники, или сумасшедшие. То есть те, кто не получили это от учителя подтверждение, которое получал от своего учителя, от своего учителя, от своего учителя, они относятся к этим двум категориям. Рассказывает смешная история, слышал, это один, есть великие раввины, но они не знают Кабалу или они скрывают, что они знают Кабалу. То есть те, кто в теме, они знают вот эти все, это очень единичные тайные люди, которые передают эту цепочку знаний. И вот, значит, сын Равыска Аказиль, Рав Бен Сеон, он великий раввин, знаток Торы, который знает всю Тору. То есть он один из самых выдающихся знатоков открытой части Торы в еврейском народе, которое известно, что он знает, потому что любое место в Талмуде он может с этого места, ну то есть он невероятный знаток открытой части Торы. Но никто не знает, знает он тайную Тору или не знает. Если его спросить, он скажет не знаю, то есть он будет говорить не знаю, отказываться. И вот он рассказывал, вернее, это я слышал не от него, это я слышал историю о нем, что как-то во время урока к нему подходит один такой из присутствующих на уроке, подходит к нему так, ему говорит, Рав Бен Сеон, мне проявляться? Он говорит, а он очень такой, вот знаете, он как ребенок, он очень выглядит таким, ну веселым, наивным, такой у него очень доброе лицо. Рав Бен Сеон ему говорит, что вы имеете в виду, в смысле, ну он так очень всегда отвечает радостно, весело. Тору ему говорит, ну Рав Бен Сеон, вы что не знаете, что ли? Вы-то знаете точно. Рав Бен Сеон говорит, что именно я знаю? Он говорит, ну что я Машех, я Мессия, мне проявляться уже или нет? Рав Бен Сеон ему так говорит, знаете как, он ему вот так, с такой же улыбкой, он ему говорит, а что врачи говорят? Тот говорит, ну что вы, врачей не знаете, что ли? Откуда врачи? Ну врачи говорят, что я сумасшедший, что понятно. А Рав Бен Сеон говорит, вот в Шелхана Рухи в сборной этих законов написано, что врачам надо верить, даже если в Йом-Типур больной говорит, я буду кушать, а кушать нельзя в Йом-Типур. Вернее он говорит, я не буду кушать, говорит больной, как написано, а врачи говорят, ему надо кушать, потому что это опасность для его жизни. Так Шелхан Рух, закон законов говорит, что мы должны слушаться врачей. Даже в вопросе, когда Тора конкретно говорит, что в Йом-Типур кушать нельзя, но там написано в открытой Торе, что нужно слушаться врачей. Поэтому Равинсон ему ответил из открытой торы, что врачей надо слушать. Он ему сказал, проявляться не надо, надо пить таблетки. Вот примерно так происходит с каббалистами, которые утверждают, что они поняли уже все тайны мира. Если Равин, который изучал каббалу и получил подтверждение от своих учителей, которые получили подтверждение от своих учителей, и так, Раби Шиман Барьюхая, прямая цепочка передачи, что то, что им открылось, это соответствует тому, что действительно Мушарабену Моисей передавал дальше из поколения в поколение, значит, это не каббала. А это, как один мне тоже рассказывал продавец книг, он говорит, что забегает один человек в книжный магазин еврейской книги и говорит, у вас есть книги по Бакали? Он говорит, ну по Бакали. Он говорит, нет книг по Бакали. Он говорит, фу, перепутал, по Кабале, говорит, мне нужны по Кабале книги. Значит, левиты, которые служили в храме, их было 8580, и они, 8580 человек, они с 30 до 50 лет выполняли работу в храме, до 30 лет, с 20 лет, 10 лет они учились, как выполнять работу в храме, чтобы, не дай бог, если сделаешь что-то не так в храме, то человек сразу умирал. Это Всевышний в Торе прям прямым текстом пишет, что тот, кто очень близко приближается к святости, то это очень опасно. Именно поэтому я шучу на эту тему, чтобы вы, не дай бог, не попали в сложную ситуацию, когда вы начинаете изучать то, что нельзя изучать, и это приводит или к неприятностям, или к проблемам, или к болезням, или к смерти. Поэтому это не просто так, что каббала – это тайное знание, которое нужно изучать только после того, когда ты знаешь всю открытую часть Тора и ее соблюдаешь. Хорошо, теперь переходим к простой, понятной части Тора, которую мы изучаем уже много лет. Это Мишлей, притча царя Соломона. Притча царя Соломона, вот вчера я проводил в Вене урок по притчам, и, значит, нашел здесь тоже очень интересная в Синагодии книга, прекрасный классический комментарий. Тоже очень рекомендую, если у вас будет это издание, обязательно тоже его купите. Это книга-притчи с толкованиями Раши и Радака. Это классика, то есть тот комментарий, который сделал я на основе Малбима. Это современное понимание через примеры того, что здесь написано. Но это классика. Раши жил тысячи лет назад. Его комментарии, и он прокомментировал всю Тору. Это самый большой комментатор Тора, который есть. И вот 21 глава сегодня, 22 глава, сегодня 22 мая. Я советую каждый день изучать по одной главе Мишлей. И в 22 главе я хочу вам прочитать несколько отрывков, которые они вот прямо, вот бери и делай. Они очень практичные, прям невероятно практичные. Один из моих отрывков находится в 22 главе, из моих любимых. В каждой главе есть у меня несколько отрывков, которые я прям выучил когда-то наизусть, повторял и сделал основой своего мировоззрения. Вот, например, 22 глава, первый отрывок. Здесь написано, что лучшее имя, чем большое богатство. Лучше, чем серебро и золото. Хэнтов – это приятность и доброта. То есть, хорошее отношение с людьми. Приятность и доброта. Теперь, почему это один из моих любимых отрывков? Давайте разберемся. Значит, вот есть человек, который поставил на первое место в своих приоритетах ошер-раб – богатство, серебро и золото. Как это влияет на его жизнь? Значит, он работает, он пашет, он борется за денежные знати, такой прям борец за денежные знати. И в этой борьбе у него возникает конкуренция, у него возникают сложности, потому что в эту борьбу сразу же вступают преступные элементы, которые хотят забрать у того, кто заработал деньги. В эту же борьбу вступают люди, которые считают, что он несправедливый, где-то у них отжал. От социалистов до анархистов, коммунистов и конкурентов обязательно. И в эту же борьбу вступает налоговая, которая начинает подозревать, что в налоговой, кстати, во всем западном мире существует презумпция виновности. То есть налоговые органы, например, в Израиле, они считают, что ты недоплатил по умолчанию. Они себя берут вперед деньги и дальше они копают, что вдруг ты не донес, не занес. Они логично предполагают, что человек, который зарабатывает, он не хочет этим делиться, так как до него деньги на приоритетном месте. То есть человек, который попадает в, ставит приоритет деньги, он, значит, попадает вот в такую реальность. Теперь написано, не в Харшем лучше имя, говорит царь Соломон. Что такое имя? Значит, возьмем другого человека. Он, например, Семен Слепаков. Или этот человек, например, Иван Урган, да? К примеру. Или даже Андрей Макаревич. Вот недавно я был на презентации книги Андрея Макаревича. Значит, это человек, который может уехать в любую страну мира. И там все равно есть русскоязычная диаспора, которые его пригласят, заплатят ему у Слепакова 30 тысяч долларов в день гонорар, не за день, за одно выступление. У него есть имя. То есть он может потерять все деньги, он может оставить все абсолютно, что у него было. Имя у него есть бренд. Восприятие людей он интересный. Он человек, с которым интересно, ну, хочется с ним взаимодействовать. Это называется доброе имя. Это не называется не доброе имя. Это просто имя. То есть бренд, он лучше, чем деньги. Потому что очень многие, которые вкладывали в недвижимость, покупали земли где-то сейчас на территории, где идут военные действия, они свои деньги потеряли. Но тот, кто вкладывал в свое имя, в свой бренд, он может в любом месте с этим брендом дальше существовать. Но говорит здесь дальше, в последнем, в этом же отрывке, что лучше, чем серебро и золото, хэнтоф, хорошее, доброе имя. То есть хорошее отношение с людьми. Бренд бывает разным. Бывают люди, которые скандальные, например, есть такой в Америке, не помню, он один из самых таких деятелей шоу-бизнеса. И он, у него бренд есть, но у него очень негативный бренд. И он, с одной стороны, зарабатывает, но его очень много людей, миллионы людей ненавидят. Возьмем тот же самый, например, Дональд Трамп. Это выдающийся огромный бренд. Но многие люди его ненавидят, и он тоже постоянно попадает в суды. То есть тут еще важно, какой ты бренд, с позитивным уклоном или нет. Царь Соломонов говорит, что в порядке приоритетов самое ценное, то есть бренд, имя важнее, чем деньги, а хорошее имя важнее, чем просто имя. Вот так вот он расставляет приоритеты. Репутация. Дальше он продолжает второй отрывок. Он говорит очень такую глубокую вещь. Ашир вараш не вгашу. Значит, богатый и бедный встретились. Асеку лямашем. Делает всех Бог. Или все делает Бог. Значит, когда-то я слышал очень интересный комментарий на этот отрывок от Рава Блайха. Рав Блайх, такой есть раввин, в Киеве он был. Сейчас он тоже в Киеве. Он говорил такую интересную вещь. Что вообще, в принципе, Всевышний, Всевышний дает каждому в этом мире, дает некую полосу препятствий, как некий тренинг такой, в котором ты, преодолевая какие-то сложности, ты в этот момент выбираешь, постоянно находишься на выборе. Или ты делаешь что-то во имя небес, или ты делаешь не во имя небес, или ты делаешь добро, или ты делаешь зло, или ты выполняешь заповеди, или ты не выполняешь заповеди. И Всевышнему, по большому счету, все равно. То есть есть, когда ты, например, у тебя нет денег, ты живешь в состоянии, в котором евреский народ был в пустыне. Даст Бог день, даст Бог пищу, ман. И литовские, например, мудрецы, как Хафицхаем, они советовали человеку, были вообще такие, и хасидские тоже были рыбы-мудрецы, они советовали человеку каждый вечер ложиться спать без копейки денег. То есть они реально раздавали все деньги, которые были у них на цдаку, и вечером они ложились спать без копейки денег. Они не знали, что будет завтра. Они считали, что как Бог давал Тору в пустыне тем, кто кушал ман, на один день он им давал пищу, также для того, чтобы по-настоящему соединиться с Богом, нужно именно жить по такому принципу. Даст Бог день, даст Бог пищу. Есть такой подход. Теперь, и даже в те годы, я в последнее время не знаю, что бы так делали, но еще лет сто назад, сто пятьдесят лет назад, двести лет назад, те, кто действительно искали близости со Всевышним, как Веленский Гао, например, или там очень много хасидских учителей, раби Элемелых из Лиженска, Ремзуши, они отправлялись, такая у них была тренировка, называется добровольное изгнание. Они выходили из своего города, одеваясь в простую одежду, никто не знал, кто они, инкогнито. И они шли, не знаю, правда, какое время они это делали, но они шли, то есть было правило, не ночевать в одном городе больше, чем одна ночь. Они могли в одном местечке ночевать одну ночь. И не пользоваться своим именем. Они были великие мудрецы, и если бы узнали, что они такие мудрецы, им бы там, все бы только боролись бы за то, чтобы их принять у себя в гостях. Они не открывали никто, они не свои знания, ничего. Они шли, как простые люди, и питались пожертвованиями, значит, ночевая в одном городе одну ночь, и таким образом они подключались вот к этому моменту, что дарование Торы было именно в пустыне. Вот сейчас мы приближаемся к Шаву. Дарование Торы было в пустыне. То есть Тора никому не принадлежит. Это то, что может прийти, взять каждый. И они подключались вот к этому вот моменту, что даст Бог дед, даст Бог пищи, что ты полагаешься только на Всевышнего, а не на свои какие-то накопления, знания, и даже не на это доброе имя. И рассказывает очень смешная история про... Было два брата, раби Элемелых из Лиженска и Рэбзуши из Никополя. И они были два родных брата, два выдающихся мудресаторы. Раби Элемелых был очень богатый, то есть он был прямо у него вот все, что он куда не смотрел, превращалось в золото. А Рэбзуши был очень бедный, невероятно он был бедный, два родных брата. И они жили в разных условиях. Богатый и бедный встретятся, делает обоих Бог. И вот они вместе отправились, они в это добровольное изгнание. И как-то они остановились в каком-то постоялом дворе. Один лег на лавку, второй лег под лавку. И они там спали тихонечко. Значит, в это время сидела какая-то компания, выпивала, значит, крепко они выпили. И говорят, вон два еврея каких-то лежат там на лавках. Давай, значит, вон кто-то на лавке лежит, еврей какой-то. Давай побьем его. Давай, значит. Они подошли, побили его. Того, кто лежал на лавке. Это был один из раби элементов. В общем, побили его. Тот второй под лавкой, они его не заметили. Значит, ну, они посели, погоревали, погоревали. И тот, кто лежал под лавкой, ему говорит, слушай, говорит, давай, давай поменяемся местами. Ты ляжешь под лавку, спрячешься, вдруг они опять придут. А я уже на лавку ляжу, лягу, чтобы они тебя не заметили. Значит, действительно, они еще выпили, говорят, что-то мы его мало побили, значит, пойдем еще. Приходят, говорят, ну, того, кто на лавке лежит, мы уже били. Говорит, а того, кто под лавкой лежит, прячется, мы еще не били. Вытащили того из под лавки и тоже побили. Получилось, что они два раза побили одного и того же. И это они для себя поняли, что все делает Всевышний. То есть, если Всевышний хочет, чтобы кого-то побили, так он будет или на лавке, или он будет под лавкой, его все равно побьют. Это такой был момент. И второй момент, я про них хочу рассказать, на позитивной законченной ноте. Потом они в этом добровольном изгнании они выучили очень много, что такое Ашгаха Пратит, что такое индивидуальное проведение. И вот они уже расселились, раби Элемелок очень богатый. Рэбзуши живет в этом Никополе, в какой-то землянке. В общем, он живет в дикой бедности. И это не было, потому что он, например, если бы он захотел быть богатым, он бы был. Но он считал, что то, что Всевышний ему дал такой путь, для него это лучший путь. И он все деньги, которые ему приходили, он тут же раздавал на дзаку и жил без денег. И вот как-то один очень богатый еврей обратился к своему раввину и говорит, я не понимаю, я очень богатый, я живу, стараюсь все соблюдать. Но у меня в жизни очень много сложностей, проблем, плохое настроение, плохой сон, плохое здоровье. То есть я не понимаю, почему так Всевышний мне, с одной стороны, дал очень много денег, но как-то я не испытываю большой радости в жизни. И раввин ему говорит, смотри, это очень все относительно в этом мире. И показал ему благословение, которое, которое нужно говорить, когда кто-то умирает. Из людей, кого ты знаешь, из близких, то когда ты узнаешь о его смерти, нужно сказать, Барух Даян Аймед, благословен судья истины. Благословение. И также написано в Шелхонорухе, что должен человек благословлять на плохое, как на хорошее. То есть у него должно быть благословлять на плохое, как на хорошее. И он этот богатый говорит, я не понимаю, как это так, на плохое, как на хорошее. И почему благословлять? Он ему говорит, травин, слушай, я не могу тебе объяснить, иди к Рэбзуши, он великий мудрец, великий праведник, он тебе может быть объяснить. Этот травин, значит, едет в этот Никополь, в эту деревню, не равин этот богатый, едет в Никополь, приезжает в этот Никополь, находит Рэбзуши, землянка, бедность дикая, вообще, ну то есть вообще страхи. Он, значит, видит этот Рэбзуши, сияющий, сидит, значит, читает псалмы, просто сияет. Этот равин ему говорит, не равин этот богатый, ему говорит, извините, что я вас отвлекаю, но меня вот равин к вам послал, чтобы вы мне объяснили такую вещь. Как нужно благословлять на хорошее, как на плохое, на плохое, как на хорошее, как благословлять Всевышнего, на хорошее, как на плохое, на плохое, как на хорошее. Рэбзуши ему говорит, а я не знаю, чего вас ко мне послали. Говорит, я просто не могу вам ответить на этот вопрос, потому что у меня в жизни ничего плохого не было. Он вообще говорит, у меня в жизни одно хорошее. То есть вообще, я, говорит, не знаю, как вам, я не могу вам объяснить, у меня плохого-то не было. Весь вопрос восприятия. И вот здесь, как раз в этом втором отрывке, скрыта вот эта вот глубочайшая мысль, что бедный и богатый встретились, не в гэшу делает всех Бог. Значит, Бог каждому дает какой-то, какой-то период, какие-то полосу препятствий, какой-то уровень в игре, только для одного, чтобы мы выбирали Всевышнего, а вместе со Всевышним выбирали быть счастливыми. Потому что тот, кто выбрал Всевышнего, неважно, какие внешние обстоятельства, ему на душе хорошо, ему всегда внутри хорошо, он все понимает, что все идет к лучшему, и ему всегда весело. Теперь, но иногда Всевышний меняет вот этот вот момент. И это то, что рассказывал Раф Блайх, он рассказывал несколько историй, как в момент, когда пересекались два человека, богатый и бедный, у них менялся мозаль. Тот, кто был богатый, он после этого, как колесо шло вниз, он становился бедным. И тот, кто был бедный, он бедный, он вдруг, на него менялся мозаль, менялась судьба, он становился богатым. И я тоже видел несколько ситуаций в своей жизни, как люди, которые были очень богатыми. Вдруг они прям, реально как колесо, то есть, я их видел на этом, очень богатые, буквально они теряли все в течение короткого времени и становились очень бедными. И наоборот, были люди, которые были очень бедными, прямо на моих глазах, и становились очень богатыми. А один раз я видел, это удивительно для меня было, что человек, прямо на, вот за 20 лет, я примерно его знаю, он был вначале богатый, потом бедный, потом богатый, потом бедный. И я надеюсь, что он тоже опять станет богатым, потому что очень хороший, прям реально хороший человек, но Всевышний ему меняет постоянно условия игры, прям меняет условия жизни, условия игры, и он при этом остается хорошим, добрым, честным человеком, и внешне не видно никаких, никаких не видно, что он что-то менял в своей жизни, резко все. То есть он реально, как колесо такое, бедный, богатый, бедный, богатый, причем выглядит все абсолютно, от него не зависит, то есть, ну реально, он делает правильные, хорошие вещи, и то поднимается, то опускается, то поднимается, то опускается, но слава Богу, он всегда веселый, всегда радостный, со Всевышним, и видно, он начал этот отрывок, что бедный с богатым встретились, всех делает Бог. Хорошо, и сегодня мы, заключительный у нас отрывок, в этой главе, мой любимый отрывок, знаете какой, прям реально, я его когда-то, этот отрывок выучил, и он очень влияет на мою жизнь, последний отрывок 22 главы, 29 отрывок, звучит он так, Хази таиш маир бэмлахто, видел ты человека быстрого в своей работе, лифнеем лахим и тиацев, балий тиацев, лифнея хашухим, значит, будет он стоять перед царями, не будет стоять перед людьми темными. Этот отрывок касается мастеров в любом деле, и ты можешь в любом, в том деле, в котором ты занимаешься, в котором ты, у каждого, есть какое-то дело, какая-то профессия, если ты будешь быстрый в своей работе, да, маир бэмлахто, то есть ты будешь искусный и быстрый мастер в своей работе, лифнеем лахим и тиацев, будешь ты стоять перед царями, и не будет стоять перед людьми темными, потому что хорошие мастера, нужны царям очень сильно, царь нуждается в хороших мастерах, и в любом деле, если ты действительно нашел свое дело, и занимаешься им профессионально, и заработал хорошее доброе имя, и хорошо ты с людьми общаешься, будешь стоять и перед царями, пусть это будет благословение для всех, кто нуждается в благополучии, кому нужны деньги, кто хочет реализовать свой талант, вот запомните, 22 глава, прям повторяйте этот отрывок, видел ты мастера быстрого в своем деле, будет он перед царями стоять, и не будет стоять перед людьми темными, все, удачи вам и успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, заслугу того, что мы учим Тору, и чтобы вы могли много помогать другим людям миру, а Всевышний дал вам для этого много ресурсов, много денег, здоровья, возможностей, энергии, чтобы он вам дал. Все, всем удачи, успехов, до завтра, и чтобы был РФА Шлама, полное выздоровление, Ефим Бен Ита, среди Шарпуля и Сраиль. Все, счастливо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Продолжение следует...